Сюрприз на телерадиоканале Страна.ФМ. В этом часть не мы одни, Влад Кутузов, Валерия Майорова, но у нас гостья. Красивая и очень умная женщина. Итак, Наталья Евгеньевна Рязанова, доцент, кандидат географических наук, заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования МГИМО. Добрый вечер. Добрый вечер. Наталья Евгеньевна, добрый, добрый вечер уже, да? Добрый вечер. Давайте выйдем в вечер, потому что темнеет уже потихонечку, да, зима на подходе. Давайте начнем вот с чего. Что такое вообще экология? Для вот обычных людей, которые, может быть, не совсем понимают то, что слово все слышали, но из чего она состоит? Потому что мы привыкли, что это пища, да, что это загазованность, что это какие-то отходы неправильные совершенно. А что еще входит в понятие экологии? Ну, это в целом состояние окружающей среды, как мы его воспринимаем. Например, хороший это воздух или нет, вкусные и чистые ли это продукты или нет, на уровне просто ощущений. То есть экология — это не то, что мы можем осязать, потрогать, это то, что мы вот должны как бы пропускать через себя каждый день, каждый момент своей жизни. Поэтому у нас есть, например, такое понятие, как дорогие для проживания кварталы и менее дорогие, например. И тогда мы можем понимать, что в каких-то из них, допустим, большее влияние оказывает транспорт, промышленные предприятия, а в других этого, допустим, нет, и нам всем хочется жить там. Ну вот в этих районах недвижимость всегда будет дорогой. Я хочу пригласить сразу для участия в разговоре наших зрителей и слушателей. Друзья, 8909-928-189, если у вас возникает вопрос к Наталье Евгеньевне, то пишите нам, а также в группе ВКонтакте у нас есть специальный пост. Да, пишите, пожалуйста, друзья. А у нас вопрос тем временем есть. А что вот сейчас самая большая проблема в экологии, какая существует вообще на данный момент? Для окружающей среды, для года экологии, который объявлен в России, который, к сожалению, уже завершается, а проблемы не уменьшаются, это все-таки утилизация отходов. То есть вот то количество накопленных отходов, накопленного ущерба, накопленного вреда окружающей среде, оно очень большое. И задача ставилась на этот год уменьшить просто общее количество этих отходов. Ну, более-менее как-то мы решаем эту задачу. Где-то предприятия самостоятельно решают, где-то общественные организации решают, а где-то государство. Ну, например, вот таким гиперпроектом была и остается уборка Арктики. Это очень большой проект, на который выделены огромные государственные средства, и который решается как посредством государственных сотрудников, армии, так и посредством волонтеров. Это взрослые люди, которые в свой отпуск уезжают на 40 дней в Арктику и тяжело-тяжело там работают. Так, а что они там убирают? Наталья Евгеньевна, у меня тоже вопрос дилетанта абсолютно, потому что нам не совсем понятно, что в Арктике, кто там намусорил так сильно. С советского времени там остались большие техногенные отходы. Это, например, бочки из-под топлива, это сгнившая техника, это полуразрушенные какие-то дома, казармы, остатки там палаток с бревенчатым основанием. То есть это такой крупногабаритный мусор, который, ну, отходы принято говорить, да, которые вот так просто руками не соберешь. Поэтому там есть мини-техника, которая позволяет людям, ее специально на судах туда завозили на сезон, и они убирают, свозят это ближе к берегу, прессуют это, и потом на судах одним вывозом большое количество отходов вывозят на материк, где они утилизируются на промышленных предприятиях. Давайте, наверное, прервем сейчас, да? Я думаю, что Наталья Рязанова у нас в гостях. Друзья, продолжим говорить об окружающей среде и, конечно, об экологии. К вам вернемся совсем скоро. Будьте здесь. Друзья, телерадиоканал «Страна-ФМ». Всем еще раз доброго дня. Ну и говорим мы сегодня об экологии, об окружающей среде и обо всех тем, которые вот как параллельно с ними идут. Напомним, у нас в гостях доцент, кандидат географических наук, заведующий лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользованиям ГИМО Наталья Евгеньевна Рязанова. Правильно вы все сказали? Наталья Евгеньевна сейчас так вот как бы вскользь обмолвилась, что она тоже была в Арктике. Ты представляешь, она тоже была волонтером, которая там помогала экологии изо всех сил. Ну-ка, расскажите, что там происходит, как вы туда добирались и вообще общие впечатления об Арктике. Ну, на самом деле, тот проект, в котором была я, это не волонтерский проект. Это международный, очень крупный проект, который объединен идеей ЮНЕСКО обучения через исследования. Проект этот называется «Арктический плавучий университет». Ну, вот на данный момент такие вот похожие проекты были, но Арктического сейчас не существует. Это очень дорогой, технически сложный проект. Как правило, он организуется на судне какого-то класса ледового. Ну, в данном случае это был класс пятый. То есть это судно, которое способно ходить в несплоченных льдах. То есть чтобы они все-таки разрозненными уже были. Проект этот предполагает довольно крупное участие. Там около 60 участников. Их берет судно на борт. Это семипалубное судно. Значит, и это все люди, которые отбираются по конкурсу. У студентов это свой. Студенты-аспиранты это свой конкурс. Взрослые люди, то есть руководители экспедиции, которые исследовательскими научными блоками руководят. Ну, я, в частности, руководила Гидромет-блоком. Они тоже попадают по конкурсу через ученый совет Северно-Арктического федерального университета. Это город Архангельск. Поэтому мы подавали свои проекты туда заранее. Затем ученый совет рассматривал и принимал решение, кто станет в этом следующем в каком-то году. Значит, ну, вот каждый год так принимается решение. В проекте в этом до 30% это зарубежные участники. Это могут быть как относительно взрослые люди, ну, молодые, там, лет 30-35. Их называют иногда... Это не обязательно ученые могут быть, да, или там студенты. Это иногда в скобках научные туристы, в кавычках. Что это значит? Ну, это просто люди, которые просто интересуются. И таким образом мы провели три недели в Баренцевом море. Прошли до северной точки мыс-желания новой земли. Это национальный парк «Русская Арктика». Но проект этот в разные годы существует, он в несколько разных форматах. И в некоторые годы он длится до 40 суток. Это большое испытание для людей. И они доходят до земли Франца Иосифа. Это очень большой проект. Я так понимаю, что это все-таки не круизный лайнер. Три недели. Чем вы там занимались? Почти круизный. Семипалубный, Лера. Это шикарный технический. Нет, нет, мы не мерзли. Это лаборатории, это специальные классы, в которых читаются лекции. Потом есть высадки на берег, где студенты и под руководством своих научных преподавателей могут отбирать пробы, вести наблюдения. Высадка такая длится от 4 до 6 часов. То есть это очень серьезное, долгое такое исследование. Ну и вот по треку мы исследования такие проводили. То есть это действительно проект, который несет научную составляющую. Ну, по крайней мере, исследовательскую, во всяком случае. Ну, в данном случае у нас с каждой командой ходил там егерь, который был с оружием, ну, для отпугивания круглых животных. Белых медведей на всякий случай. Да, моржи, медведя. Так что, да, это действительно достаточно такой экстремальный проект. А с кем ты довелось встретиться? Ну, вот моей исследовательской команде довелось встретиться с медведем. И еще одна встреча в том рейсе была. Ну, правда, на достаточно большом расстоянии. Ну, когда, в общем-то, люди шумят, кричат, то, в принципе, медведь, конечно, на них прямо не идет. Это животное, оно наоборот, как-то уходит в другую сторону. Другая проблема, что это начало лета, и, как правило, в это время они голодные очень. Вот, ну, мы не будем об этом думать. Слушай, ну, у вас был специальный человек с ружьем, он бы отпугнул. Конечно. И только у нас, это с каждой командой. Вот каждую команду исследователей, там, от пяти до восьми человек сопровождает вот такой вот рейнджер, который ходит с вами всегда везде, он вас сопровождает. И на судне тоже. Наталья Евгеньевна, а вы сказали, что это вот так называемые, да, ученые-туристы, да, или как правильно сказать? Да, это такой научный туризм, можно так сказать. То есть это люди, которые достаточно большие деньги платят за то, чтобы присутствовать, но без научной программы. Если вы с научной программой, то это грант. Так я к чему вот хотел, я что хотел спросить? Есть ли, ну, условно, я? Да, ну, так проще просто. У меня нет никакой совершенно подготовки в этом плане научной. Но я хочу, мне интересно, просто хочу в этом разобраться, хочу поучаствовать. Смог бы вот обычный человек просто? Да, вы можете купить билет. И поехать. И я вам очень рекомендую это сделать, потому что это совершенно неповторимый круиз в роскошных просто, ну, условиях. То есть для судна это прекрасные условия. И вы можете вот там сколько-то, 3-4 недели провести вот в таком весьма своеобразном путешествии. Причем вы будете слушать каждый день 2-3 очень серьезные лекции. Вы можете их там и как на русском, так и на английском языке слушать. И они сопровождаются презентациями и на русском, и на английском языке. То есть уровень проекта очень высокий. А вы пробыли там 21 день, да, 3 недели? Мы там 21 день. Вы мужественный человек очень. Вот самое яркое впечатление за это 21 день. Самое яркое. Ну, наверное, это волнение или, как говорят обыватели, шторм. Это, конечно, вот семибальный шторм. Это, конечно, было очень большое впечатление. Особенно, когда он длится почти сутки. Ну, там что-то чуть меньше суток он длился. То есть это довольно долго. Наверное, вот это. Ну, и еще, конечно, моржи. Вот мне один медведь попался. Этого мне хватило. Но в любом случае это, конечно, неповторимые пейзажи, когда вы идете вдоль одного только пролива Красные Ворота, Карские Ворота, там, несколько часов. Или когда 4 дня вы движетесь на судне на достаточно приличном ходу вдоль Новой Земли. И, пожалуй, впервые вот ко мне, даже как географу, пришло осознание того, какого размера у нас страна. Понимаете? И это мы только маленький кусочек прошли. То есть вот ощущение физическое огромности страны. А вот, кстати, по поводу физических ощущений, вы, вот, когда туда попали, вы поняли, что там и воздух совершенно другой, и дышится как-то по-другому. Это заметно вообще, нет? И воздух другой, и лица обгорают, и озоновая дыра там большая, и иногда у некоторых голова болела от долгих вот таких высадок. Но было тепло. То есть это, знаете, такое очень своеобразное, когда 2 часа ночи, и очень ярко светит солнце, и в каюте необходимо закрывать там специальные черные шторки, для того, чтобы просто заснуть. Ну, то есть белые ночи, это, ну, вот я, например, жила на такой территории, а очень, ну, подавляющее большинство людей просто никогда даже не видели, что такое белые ночи. Солнце не то, что не садится, а ярко-ярко светит. То есть высадка на берег может быть в любое время суток, и в 12 ночи, потому что ничего вас, так сказать, не ограничивает. Слушайте, потрясающая история. Я вам очень рекомендую. Неожиданно. Хорошо, мы возьмем на заметочку. Наталья Рязанова у нас, друзья, в гостях. Мы продолжим говорить совсем скоро об экологии, об окружающей среде, о загрязнении. Вернемся к вам через пару секунд. Никакой точки, только запятая, друзья. У нас тут и вне эфира, и за эфиром идет потрясающая беседа, мы узнаем все больше и больше нового. И мы с Владом Кутузовым уже начали думать, чтобы как-то профессию сменить, да, мы уйдем от вас, были, да. Ну, хотя бы не надо, на 21 день. Есть же опыт у людей? А то, да, вдохновила нас, наши гости. Наталья Евгеньевна Рязанова, доцент, кандидат географических наук, заведующий лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования МГИМО. Наталья Евгеньевна, давайте вернемся, мы, собственно, оттуда не уезжали, еще из Арктики, потому что тема крайне интересная. Вот смотрите, волонтерская история вот эта, да, и вообще, где наука, а где не наука, вот давайте об этом чуть-чуть. Ну, значит, вот то, что происходит в рамках этого плавучего, допустим, университета, это такое, скорее, такое исследование научного характера. То есть это исследование и набор данных по треку, где вы проходите и набираете какой-то натурный материал. Кто-то берет там водоросли, кто-то берет образцы грунта, кто-то берет образцы снега, льда, ну, кто-то там наблюдает за окружающей средой и так далее. Ну, в частности, вот моя команда в тот год, когда мы там были, обнаружила, ну, только по этому треку, где мы исследования проводили, что потепление в этом районе, в этот период составило, там, за многолетний средний период, где-то более чем 50 лет, 50-55 лет составило 3,6 градуса. Это, вообще-то, ну, вполне конкретный результат, полученный своими, так сказать, наблюдениями. Это много? Это очень много, да. То есть Арктика теплеет у нас с гораздо более быстрыми темпами, но это большой вопрос, теплеет ли она в долгосрочной перспективе. Наверное, мы еще успеем об этом поговорить. А вот у нас есть еще один такой интересный проект. Это с немецким институтом Альфреда Вегенера в Дельте Лены есть такой остров Самойловский. И вот на нем выстроен такой спецстрой, у нас организация есть, которая выстроила такой трехлистник, как станция такая инопланетная, значит, которая специально приспособлена, чтобы принимать круглогодично, это самая арктическая зона, самая северная, чтобы принимать круглогодично большие команды исследователей. Более того, там на постоянной основе такими специальными средствами впаяны, значит, в мерзлый грунт температурные датчики, которые там постоянно пишут теплее, мерзлота или холоднее. То есть она как бы сохраняет отрицательный градус, но вот у нас есть тренд, допустим, к повышению. Там, где должно быть минус 18, сейчас минус 4,7, например, оказывается. То есть таким образом мы находим подтверждение тому, что, ну, наверное, все-таки потепление скорее есть. Но это что касается научных исследований. Такие же исследования проводятся на острове Белом. И, в общем, остров Белый, нужно говорить. Вот, но и сейчас такой же трехлестник выстроили на земле Франца Иосифа. На острове там есть вот такой же научно-исследовательский модуль. Но это ученые. А есть еще и волонтерская история. Так вот, для того, чтобы стать волонтером в Арктике, вам необходимо зайти на сайт Национального парка «Русская Арктика». Там есть кнопка «Стать волонтером». И вот, когда вы будете заполнять эту заявку, вы обратите внимание, там нужна специальная форма медицинской справки. То есть вы должны специально пройти огромное количество исследований, то есть анализы сдать большие, и даже есть функциональные исследования. И вы должны обладать правом ношения и пользования оружием. А, что немаловажно. Наталья Евгеньевна, давайте мы вновь перервемся, друзья. В общем, заходите на сайт, там все написано. Наталья Рязанова у нас в гостях. Скоро мы обязательно продолжим. Ну, друзья, все абсолютно верно. Это телерадиоканал «Страна ФМ» вместе с вами. И сегодня у нас в гостях доцент, кандидат географических наук, заведующий лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования МГИМО Наталья Евгеньевна Рязанова. Наталья Евгеньевна, еще раз добрый день. Говорим мы сегодня об окружающей среде. Разговор бесконечный, как мы внезапно вдруг поняли с Лерой. И очень глубокий. И он долгий. А я еще поняла, какие мы с тобой непоследовательные. У нас то добрый вечер, то добрый день. Никак не определимся. Так, мы в прошлом выходе говорили о волонтерах. Мы уже определили, что у них должно быть отменное здоровье, что они должны уметь пользоваться оружием, чтобы себя защитить. На этом список требований закончен? Нет. Вы знаете, есть такое понятие, как заброска. И заброска осуществляется специальными судами. Как правило, волонтеров туда не самолет... Может быть экстренная эвакуация, такое может быть. Но, как правило, это более дешевая история. Это забросить туда судном. Они забрасываются с большим количеством теплых вещей. На сезон работы. И, кроме того, с ними везут большое количество стройматериала, специального какого-то инструментария, для того, чтобы они могли там работать. Но вот есть еще одно требование, которое довольно сложно выполнить. Это не менее возможность присутствовать там не менее 40 дней. 40 суток. А как осуществить это обычному человеку? Дело в том, что эти люди, это взрослые люди, это не совсем молодежь. Это врачи, учителя, физики. То есть ученые. Но в данном случае они туда едут не как ученые. Они едут просто физически работать, слиться с природой и так далее. Есть на некоторых островах такие, скажем, как домики охотника, вроде такого что-то. Потому что крупный зверь ходит. И желательно, чтобы убежище все-таки было нормальным. Кроме того, там действительно не настолько тепло. Или там это только в летний сезон, когда белые ночи, возможно. И, как правило, представьте себе, эти люди берут отпуск, а потом еще отпуск за свой счет. И на 40 суток их забрасывают туда судном. Они действительно там очень тяжело работают. Есть даже фильмы сняты, например, о том, как очистка земли Франции Иосифа велась. И, кроме того, это люди, я сейчас говорю историю, не связанную с наукой, которые действительно занимаются уборкой Арктики в прямом смысле этого слова. И дальше, значит, они, как я и говорила, вывозят, выносят вот этот, все эти отходы крупногабаритные к побережью. Поэтому, вы знаете, иногда, вот у иностранцев такое впечатление складывается, когда они путешествуют вдоль островов и видят, что именно на побережье лежат большие такие, как складированные отходы. Они говорят, почему вы мусор, так сказать, лицом сюда выносите? Но, на самом деле, это делается для того, чтобы подходящее судно, чтобы ему проще было загрузить эти отходы и увезти их в конце сезона. Поэтому действительно вот такой метод есть. То есть просто на побережье складывать. Кроме того, волонтеры у нас могут быть не только экологические волонтеры, они иногда, такая есть история, в любом особо охраняемой природной территории, заповедник, заказник, вы можете действительно зайти на сайт любого такого заповедного места и наняться туда на сезон волонтером. Это не обязательно может быть Арктика, это просто вот любое место, на озеро на какое-то красивое съездить и поработать там. То есть вы, с одной стороны, будете действительно в довольно простых таких условиях жить, а с другой стороны, вы будете просто дышать чистым воздухом, кушать какие-то очень чистые продукты и немного работать. Наталья Евгеньевна, я хотел спросить, вы сказали, я как-то уже впечатлился, мне кажется, одной ногой уже практически там, очень хочется. Угадай, что я хочу сказать. Подожди, вы сказали, что минимум 40 суток, да, там человек находится? Ну да, это запрос. Одна неделя, почему нельзя? Это норматив какой-то существует определенный? Ну, это очень дорого, просто судно так часто туда не ходит, и там нет постоянного населения, там ни кормить, ни спасать, в принципе, никого не надо. Поэтому дешевле сделать, ну, это же очень дорого. То есть, проще говоря, не на чем будет уехать обратно через неделю? Да, если что-то случилось, ну, можно, тогда вертолет вызывают просто. Я вот хотела сказать, понятно, что на озере экологически чистые продукты, а в Арктике что они кушают все эти 40 дней? Там заброска идет со своими продуктами. Консервами? И они, конечно, они готовят там сами, ну, то есть, это такая... На любителя. На самоокупаемости, на само вскармливание такого они находятся. Вот, то есть, это не такая история, что там люди, допустим, ждут, что у них там гостиница будет. Пока у нас такого нет. На Шпицбергене есть такая история, там действительно вы можете снять номер, взять лыжи, взять ружье на прокат, и даже вам немножко вас научат им пользоваться, и вы можете пойти. Но там бывают случаи неприятные, не будем об этом говорить. Тем не менее, у нас пока... Вот так, чтобы именно как отдых, да, это воспринимать, пока у нас такого нет. Но вы можете там поехать наблюдать за птицами, за млекопитающими арктическими, то есть, есть уже такое. Но это с биологами нужно. Так, это интересно. Друзья, очень интересно. Друзья, напомним, Наталья Рязана у нас в гостях, мы к вам вернемся совсем скоро, через несколько минут. Друзья, доброго дня. Еще раз всем, кто смотрит и слушает прямо сейчас телерадиоканал Страна ФМ, совершенно потрясающий разговор у нас сегодня. Абсолютно просто. У нас в гостях, напомним, доцент, кандидат географических наук, заведующий лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования МГИМО Наталья Евгеньевна Рязанова. Продолжаем. Наталья Евгеньевна, ну вот говорим мы все про Арктику. Вот недавно везде писали, что глобальное потепление, тают арктические льды, а зоновая дыра там какая-то уже совершенно неизмеримая. Правда ли это? Да, это правда. Особенно в послезимний такой период, например, на территории нашей страны, зоновая дыра на европейской части простирается до примерно Ладожского озера, а в восточной части почти до северных отметок Байкала. Но должна вам сказать, что климатические колебания на нашей планете имеют такой достаточно протяженный характер. Продолжаются они где-то по 33 года. Примерно вот такие. Эти колебания, они как бы для простых людей можно сказать так, они какое-то время как бы накапливают вот этот эффект более теплого климата, да, и нам кажется, что климат теплеет. Потом качели качаются в теплую сторону, начинается накопление похолодания. Я не могу вам более сложно объяснить, у нас нет для этого времени с вами, но тем не менее потом накапливаются чуть более холодные сезоны, и качели качаются в другую сторону. Таким образом, есть то, что называется глобальные колебания климата. Ну вот, там, студенты нашей кафедры, например, кафедра у нас называется международных комплексных проблем природопользования и экологии, они как раз изучают в комплексе все это дело. И когда мы изучаем процессы, о которых говорят, мы прежде всего смотрим на тех, кто говорит. Вот говорят, это международная организация. Есть такая организация, IPCC она называется, это такая международная группа климатических экспертов. Их очень много. Вот, и там есть там три основных направления, которые там физические основы изменения климата и так далее, и одно направление, которое занимается адаптацией человечества к этим изменениям. Какие дома строить, какие мосты строить, из каких материалов, в какие сезоны, что лучше не делать в сельском хозяйстве и так далее. Надо сказать, что вот эти вот, эта группа, которая занимается именно моментами адаптации человечества к меняющимся условиям климатическим, говорит о том, что мы живем во все более таком сильнее изменяющемся состоянии окружающей среды. Понимаете, загрязненность или чистота и климатические колебания это все-таки разные категории. Поэтому я призвала бы нас всех менять наше сознание, мышление, жить несколько другими категориями, меньше потреблять, меньше выбрасывать, глубже перерабатывать. И формула в целом должна быть такой, чем меньше мы возьмем у природы, тем глубже мы должны переработать этот ресурс, чтобы как можно меньше попало в отходы. Ну, то есть, говоря проще, жить как раньше уже нежелательно, так мягко говоря. Нежелательно. Необходимо перестраивать свое сознание, прежде всего себя. Ну вот каждый просто отдельно взятый человек в мегаполисе, что он может сделать, помимо того, чтобы сортировать отходы? Вы знаете, я не могу вас призвать, например, не пользоваться транспортом. Ну, в размерах нашего даже велосипед, в нашем климате это не очень большое спасение. Может быть, мы не можем сказать, что так уж чисты, например, электромобили. Откуда-то же энергия должна браться. Это большой вопрос, откуда она берется. Либо это теплоэлектростанции, либо это гидроэнергия. У нас, скорее, это теплоэлектростанции. Хорошо, если это газ. Тогда единственное воздействие на окружающую среду это отепляющее воздействие. У всех других видов топлива это еще и просто загрязнение окружающей среды. Поэтому существуют новые технологии улавливания вот этих загрязнений, которые должны нам помочь и, в общем-то, помогают во всех странах. Этому способствуют частоте окружающей среды. Но есть еще и другое такое направление, как альтернативная энергетика. Та, которая там солнце, ветер, вода. Вот это направление, оно призвано, в принципе, так сказать, глобально улучшить состояние окружающей среды. Пока это все-таки дороговато, но, тем не менее, уже есть такие серьезные проекты. Ну и такой научный подход. А каждый человек, как-то он тоже, мне кажется, должен все-таки как-то с отходами покурратней быть. Немножечко хотя бы. Ну, меньше чистящих средств влить. Они вообще отравляются. И попроще. Содой, содой. Все содой. Вот он выход изложения. Это, кстати, для здоровья полезнее содой. Так, 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 так. Я еще хотела что-то спросить. Мы хотели спросить об экологии. Вообще, ну, скажем так, пусть это громко, может быть, прозвучит, в планетарном масштабе. У нас минутка буквально остается. Не конкретно Москва, там Челябинск, да, не очень благополучные города. Вообще, что происходит? Да, я должна сказать, что у нас, например, вот есть такое место, как центральные регионы Африки, где, например, весь мир утилизирует вот отходы электронные, там, допустим, там какие-то... Фамильные. Да, да, это все свозится туда. Поэтому, вы знаете, Организация Объединенных Наций два года назад, в 15-м году, утвердила для всего мира, предложила такие цели устойчивого развития человечества, по которым, если мы их будем придерживаться, если мы изучим эти 17 основных направлений, то мы, наверное, сможем как-то сначала стабилизироваться, а потом переломить ситуацию в лучшую сторону, для того, чтобы весь мир как бы более осмысленно жил и очищал, так сказать, свою окружающую среду. Слушайте, а все-таки, вот я еще вкратце хочу спросить, вот много информации, раньше столько не было понятно, потому что развитие интернета и так далее и прочее, и СМИ, да, то, что нам, ну, периодически появляются английские ученые, мы их любим, американские. Британские. Британские, сори, да, британские, точнее. Они говорят, что все, ребят, совсем все плохо, и как бы надо готовиться к совершенно другой жизни. Они все-таки преувеличивают или как? Ну, вы знаете, есть такое направление, алармизм называется, да, когда все там нагнетают специально. Ну, это немного делается специально для того, чтобы, видимо, союзкивать гранты и получать их. Вот, но, тем не менее, это не значит, что мы не должны ничего делать. Все-таки технологическое развитие не стоит на месте. Мы должны все-таки... Эти технологии уже есть. Нам нужно просто более глубоко внедрять их в свои каждодневные там рабочие циклы. Давайте на этой прекрасной, позитивной ноте. Надежда есть. Надежда есть, это самое главное. Друзья, у нас в гостях была доцент, кандидат географических наук, заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого предупользования МГИМО Наталья Евгеньевна Рязанова. Наталья Евгеньевна, большое спасибо. Огромное спасибо вам. Было очень приятно пообщаться, и вы так много принесли в нашу жизнь новую. А мы с Лерой собираемся уже в Арктику. Спасибо за приглашение. Спасибо. Спасибо, приходите, до свидания.